Вы смотрите новости на седьмом канале в студии Алис Татар. Здравствуйте. Из-за непогоды в Одессу ограничили въезд больших грузного транспорта. Припаркованные вдоль дороги автомобили мешают снегоуборочные техники. А из-за снегобадов в Одессе резко увеличилось количество аварий. К полудню патрульная полиция зафиксировала как минимум 14 дорожно-транспортных происшествий из-за непогоды. Также с пяти часов утра на очистку города от снега вышел батальон патрульных. В избежание аварий водителям рекомендуют передвигаться по городу с минимальной скоростью. Хотелось бы обратить внимание сразу водителей на то, чтобы не оставляли, не бросали транспортные средства, понимая то, что будет работать техника по зачистке улиц от снега. Парковка машин должна быть там, где не будет помех. Снегопад в Одессе продлится до вечера. К ночи осадки ослабнут, но штурмовое состояние останется до утра среды. Автомобилистам стоит быть внимательнее, ведь на дорогах появится гололед, говорят в гидрометцентре. Завтра приходит потепление с новым циклоном, точнее с его передней частью. Это все будет подтаивать, так как температура ожидается около 4-6 градусов тепла. И затем завтра уже ближе ко второй половине дня, к вечеру, на Одесскую область выходит циклон. Уже полноценный, с осадками, с дождя, переходящими в снег. С приходом циклона порывы ветра увеличатся до 20-24 метров в секунду. Настоящая зима в Одессе только начинается. Холод сменился снегопадом, а вслед за пушистыми красотами на дорогах может появиться гололед. Как управлять автомобилем в сложных погодных условиях узнавала моя коллега Мишель Армант. Снежная зима – это не только красиво, но и аварийно опасно. Как правильно подготовить свой автомобиль и как выйти из снежного заноса, если вы в него попали, покажет наш эксперимент. Первое, что нужно уяснить любителям летней резины – зимой на дороге вам не место. Есть водители, которые в погоне за экономией средств устанавливают зимнюю резину только на одну ось – ведущую. С заднеприводными автомобилями это на грани фиаско. Водитель, видимо, забывает, что ему еще и повернуть нужно, что в итоге приводит к авариям. Опытным водителям стоит помнить, что уверенность и самоуверенность – это разные вещи, рассказывает гонщик, многократный чемпион Украины и инструктор по экстремальному вождению Игорь Старчак. В стрессовой ситуации 90% людей путают педали газа и тормоза. Отпустить газ и выкрутить руль в сторону заноса – это правило знает каждый автомобилист, за плечами которого была хотя бы одна зимовка. Однако на практике повторить эту простую истину без подготовки невозможно. Люди почти все выкручивают руль в сторону заноса. Только в момент, когда останавливается задняя ось, машина начинает ехать туда, куда стоят передние колеса, и она начинает в другую сторону. То есть любой занос – это, наверное, как и поворот. Вот повернули руль и выровняли прямо. А прямо руль не ставят, и в этом проблема. Важно знать, что с автомобилем будет через секунду, через две. И умение предыгадывать ситуацию на дороге может спасти вам жизнь. В теории все просто, а вот на практике водитель часто впадает в состояние ступора. Вот разгонитесь, вот здесь дайте полный газ. Вот здесь, вот здесь. Бросьте газ. Поворачивайте. Вы знали, куда руль крутить? В сторону заноса знали? Вы его крутили? Нет? Подождите. Вы его крутили? Нет, конечно. Вот состояние ступора. Вот это оно. В экстренной ситуации тормоз тоже хороший стабилизатор, если вы начинаете терять контроль над автомобилем. Не зажимайте педаль тормоза, просто сбросьте газ. Любой занос вообще получается в торможении. Вот видите, я нажал тормоз, и автомобиль начинает заносить. Одна из главных проблем многих водителей – боязнь попасть в контрзанос. Бросьте газ. Быстрее, 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 быстрее. Поворачивайте. Поворачивайте. Куда попадает? Правда? Просмотрите. Торпоз. Дождите. Вот он контрзанос, о котором я говорил. Вот это контрзанос, при котором выбрасывают люди совершенно в противоположную сторону. То есть мне нужно было не до конца дать машине понять, куда я хочу и вернуться обратно. Скажите, а куда вы смотрели? Куда вы падали? Вы согласны? Мы туда и уехали. Запомните, вы едете туда, куда вы смотрите. И не стоит слишком сильно крутить руль. Достаточно просто задавать направление движения. Теперь посмотрите. Повернули. Назад. Смотрите, как ваш поворот любимый. Повернули. Повернули. И назад. Так. Видели, у меня террас плавает. И что я делаю? Вы делаете вот так. Начинаете сильно поворачивать. При сильном повороте она и вовнутрь. Начните ехать вдоль дороги. Распоптируем. Пользуясь ширину дороги, если там без возможности. Еще видим прямо. Бросили газ. Где будет не спрятать? Да. Выкрутили руль и вернули его назад. Правильно? Однако, даже когда за рулем профессионал, могут случиться неожиданные ситуации. А вы знаете, у вас дверь открыта. Главное правило езды на автомобиле в зимний период. Если вы не уверены в себе или не уверены в своем автомобиле, лучше не выезжайте на дорогу. И таким образом вы сохраните жизнь себе и окружающим. Мишель Арманд, Алексей Филиппов, Седьмой канал. И в продолжение темы непогоды о том, какая ситуация на дорогах в области, расскажет наш корреспондент Назар Бурхан. Он сейчас находится на прямой связи со студией. Назар, здравствуй, тебе слово. Студия, здравствуйте. Буквально полчаса стала известна информация о состоянии дорог в Одесской области от службы автомобильных дорог в Одесской области. Итак, покрытие заснежено до 5 сантиметров. Ветер сейчас южно-восточный с порывами до 10 метров на секунду. Также стоит сказать, что на улице выехало 88 единиц рабочей техники и 112 человек. Температура воздуха составляет от минус 8 до минус 1 градуса. Покрытие, в принципе, сейчас обкатано и можно ездить. Пока все спокойно. У меня все, студия. Спасибо, Назар. Я напомню, это был наш корреспондент Назар Бурхан. И он рассказал о ситуации, которая сложилась на дорогах области. И переходим к другим новостям. Конфликт, потасовка и двое пострадавших. На стоянке возле дома 146-3 на Люсдорской дороге продолжается скандал. Вечером в понедельник там в очередной раз произошла потасовка между местными жителями и группой молодых людей, которые попытались проникнуть на территорию для хранения автомобилей. Собед не надо, реку, с вами не надо. Посмотри, вот этот вот, не русский, кричит, что это самое, что у меня нож. Галь, ба, галь, ба! Галь, ба! Галь, ба! Галь, ба! Галь, ба! В результате сноса забора двое мужчин получили ранения ноги и руки. Медики оказали им первую помощь. Их жизням ничего не угрожает. Пострадавшие написали заявление в полицию. Подробнее о конфликте смотрите в следующем выпуске новостей. Пока это вся информация. Больше новостей смотрите уже в следующем выпуске в 16.00. Но не переключайтесь. Далее эфир седьмого продолжит моя коллега Татьяна Милинко. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин